Игра из трех сетов. Команды начали достаточно спокойно, шли на равных, но Динамо все же совершила рывок, после которого за Реченком так и не удалось сократить небольшой разрыв в счете. Стартовый сет закончился в пользу челябинской команды 23-25. Девчонки бьются, показывают интересный волейбол. Вторая партия прошла по очень похожему сценарию и закончилась со счетом 26-28 в пользу команды Динамо Метар. А вот в третьем сете гости практически сразу ушли в отрыв. Не помогли за Реченком тайм-ауты, паузы на видеопросмотры и замены. Челябинцы выиграли партию 16-25. Общий счет игры 3-0 в пользу гостей. Две девочки, я вот сейчас посмотрел, Малыгин и Спирска, это воспитанники нашего Одинцовского волейбола, именно они вышли из клуба Заречья, теперь играют за другую команду. Хочется сказать, что очень много игроков, воспитанниц именно подмосковного волейбола участвуют в чемпионате России. Очень жаль, что у нас нет возможности, конечно, вернуть всех. Я думаю, мы бы, если бы девчонки повозвращались, были бы на ведущих позициях в чемпионате России. Игорь Наумов в начале 2000-х совместно с Вадимом Панковым был тренером команды «Заречья» Одинцова. Это были как раз золотые годы, когда мы выигрывали два раза чемпионат России, были серебряными призерами, два кубка России, плюс второе место в Лиге чемпионов и второе место в ЕКВ европейских. Одинцовская команда не опускает руки. Девушки тренируются по два раза в день, готовятся к играм. Этот чемпионат продлится до апреля следующего года. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.